Катар Катар – маленькое арабское государство. Впрочем, скромные размеры территории не мешают Катару являться одной из наиболее богатых стран мира. Природные богатства этого края позволили катарцам создать настоящий райский уголок на суровой и по большей части бесплодной земле. Несмотря на действительно скромные размеры, около 11,5 тысяч квадратных километров, в Катаре проживает более 2 миллионов человек. Катар – какой он? Его побережье омывают соленые воды Персидского залива, а в глуби страны песчаные барханы соседствуют с редкими зелеными оазисами. Вы думаете, что среди желтых песков вряд ли найдешь природную красоту? Это не так. Но период цветения пустыни так короток, именно поэтому местное население умеет ценить красоту и восполняет ее, преображая свои города. Главный город страны – Доха. Его изюминка – это сочетание местного колорита с великолепием современной архитектуры. Доха строилась на месте маленькой рыбацкой деревушки. Здесь мечта становится реальностью. Древние крепости и небольшие строения соседствуют с современными небоскребами удивительной красоты. Доха – это заботливо орошаемый большой оазис с множеством парков, скверов, зеленых улиц. Что же интересного можно увидеть в Катаре? Суквакир – островок Старой Дохи, в котором можно посетить музей или картинную галерею, послушать музыку, научиться какому-либо мастерству. Не менее популярный среди населения культурный центр Катара расположился вдоль побережья. Здесь часто проходят фестивали, концерты, выставки. Не так давно открылось новое здание Национального музея Катара – гордости жителей страны. Внешне напоминающей розу пустыни музей поражает фантастической коллекцией эспонатов. Еще одна гордость страны – Катарская национальная библиотека. Здание библиотеки – одно из самых современных в мире. Сюда приходят целыми семьями. Дети, студенты, люди науки и бизнеса, просто любители почитать, проводят здесь свободное время. Настоящим национальным видом спорта считаются гонки на верблюдах. В этом архаичном виде спорта используются новейшие технологии. Вместо погонщика верблюда дистанционно управляются жокеями, роботами. Государственный язык Катара – арабский. Но лишь около 40% населения этой страны являются арабами, а катарцев всего 15%. Основное население страны – иностранцы, которых приглашают со всего мира работать в Катаре в различных областях. Из-за этого в Катаре много международных школ, что дает нам возможность общаться с детьми из разных стран и разных национальностей. И, конечно же, отделиться с ними своей культурой. У Катара есть и национальное животное – орикс. Это редкий вид антилопы, обитающий в национальном заповеднике страны. А вы знаете, где пройдет следующий чемпионат мира по футболу? В 2022 году Дуаха станет международной столицей футбола. Катарские ученые заявили, что изобрели уникальную систему искусственных облаков, которые смогут защитить игроков и болельщиков от палящего солнца. Уже сейчас построены новые открытые стадионы, в которых даже при температуре на улице плюс 40 прохладно и комфортно. Ахленно и сахленно в Катар.